МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Вероника Бивикова. Сегодня мы расскажем. Общая граница, десятки совместных проектов и широкие перспективы сотрудничества на будущее. Гродно с официальным визитом посетил новый маршал подляского воеводства. Экономии и бережливости учимся с детства. Подведены итоги республиканского конкурса «Энергомарафон-2019». На страже счастливого будущего. 19-й весенний фестиваль клубов ЮНЕСКО прошел в Гродно. Черно-белые линии красоты. Выставка графических фотографий открылась в культурном центре фестивальной. Общая граница, десятки совместных проектов и широкие перспективы сотрудничества на будущее. В Гродно с первым официальным визитом прибыл новый маршал подляского воеводства Артур Косицкий. В этой должности он находится три месяца. Рабочую поездку в нашу область он совершил не случайно. Много лет Гродненская область и подляское воеводство – партнеры по разным проектам. Важно отметить, что в последние годы активно развиваются именно межрегиональные связи. Так, из 17 районов Гродненской области, 11 имеют соглашения с польскими поветами. Культурные, туристические, экономические проекты. Сегодня сложно найти сферу, в которой не удалось бы найти точек соприкосновения для развития интересов между нашими двумя странами. Особенно успешно развивается трансграничное сотрудничество. Уже запущены 16 совместных проектов на сумму более 20 миллионов евро. Впереди масштабная инициатива по созданию международного автомобильного пункта пропуска Софиева-Нелепчаны. В рамках государственной подкомиссии белорусско-польской рассмотрим этот вопрос. Он не простой. Кроме того, что мы желаем, надо еще и подкрепиться материально. Потому что надо, чтобы сделать его международным, надо обустроить. То есть построить ряд сооружений. Поэтому это уже межгосударственная задача. Мы будем выносить его, договорились с маршалоком, на уровень правительства обоих государств. Поэтому перспектива, конечно, есть. Вопрос только в сроках. Вопрос модернизации существующих пунктов пропуска сейчас в зоне особого внимания. Вот уже два года Беларусь живет в рамках так называемого безвиза, что в разы увеличило туристический поток в нашу страну. При этом каждый третий из гостей, выезжающих по упрощенному режиму, именно гражданин Польши. Чтобы окно в Синекую было максимально комфортным, проводится постоянная модернизация пунктов пропуска. Это брузги и берестовица. Благодаря проводимой реконструкции трассы М6, по-европейски привлекательной теперь будет выглядеть и главная артерия области. А ведь именно по ней только за сутки проезжает более трех тысяч большегрузов, задействованных в работе сотен белорусских предприятий с польским капиталом. Активно намерены развивать наши западные коллеги и совместные проекты, связанные с Августовским каналом. Эта водная жемчужина стала не только пунктом притяжения для тысяч туристов, но и местом проведения многих двусторонних культурных событий. Конечно, промоция. Первая встреча нового маршала подляского воеводства с руководством области прошла весьма плодотворно. Договоренности удалось достигнуть по многим вопросам, волнующим обе стороны. А вот теплым акцентом, украсившим деловую встречу, стала закладка «Аллеи дружбы». Участие в ней приняли как гости из Польши, так и руководство города и области, совместно высадив два десятка молодых кленов на улице Курчатова. Появилась еще одна первичная организация Белорусского союза женщин. Женская часть коллектива Грудненского государственного технологического колледжа решила присоединиться к общественному движению. Это уже седьмая первичка, которая начала свою работу в этом году. Всего по области их более 230. Порядка 8,5 тысяч женщин региона – члены Белорусского союза женщин. Мы рады, что к нам вливаются и молодые девушки, молодые женщины, которые хотят изменить этот мир к лучшему, хотят делать добро. Белорусская организация «Союз женщин» – это уникальная организация, у нас нет штатных сотрудников, мы занимаемся нашими добрыми делами в свободное от основной работы время. Белорусский союз женщин объединяет представительниц разного возраста и профессии. Для них важно, чтобы каждая женщина чувствовала себя комфортно в обществе и могла себя реализовать. Нередко проводятся акции с участием психологов и других врачей. Они могут вовремя оказать помощь, моральную поддержку или разрешение реальных проблем. Сегодня одна из главных задач, которая прописана в Уставе общественного объединения – это повышение статуса женщины, укрепление роли семьи, укрепление института семьи. И вот эта акция, которая начнется во Всемирный день здоровья 7 апреля, она направлена тоже, она преследует тоже вот эти цели. Одаренные ребята со всей страны встретились в Гродно на заключительном этапе республиканского конкурса проектов по экономии и бережливости «Энергомарафон-2019». В течение года учащиеся школ, гимназии, лицеев и колледжей разрабатывали уникальные проекты по вторичному использованию бумаги, стекла, пластиковых бутылок, рисовали тематические плакаты и создавали образовательные фильмы. О правилах использования и экономии энергоресурсов рассказали в творческой форме. «Собрали самые, не побоюсь этого слова, талантливые ребята нашей страны. Они привезли сюда свои мысли, свои идеи, свои действующие не макеты, а уже готовый действующий продукт, который реально существует, который реально функционирует, который реально вырабатывает электрическую энергию». Этот конкурс 12-й по счету. На суджюри было представлено более трех тысяч работ. Все проекты прошли многоуровневую проверку. Участники предложили немало уникальных практических разработок, среди которых автомобиль «Экокар», работающий на этиловом спирте, а также контейнер «Умка», умеющий извлекать остаточную электрическую энергию из отработанных батареек и накапливать для дальнейшего использования. «Это действительно такая инновационная разработка. Конечно, мы понимаем, что это не значит, что она сразу же пойдет в дело. Задача конкурса именно не в том, чтобы запустить какую-то разработку в дело, а именно помочь ребятам стимулировать их к разработке новых проектов, что-то новое найти, инновационное, в том, чтобы в дальнейшем поможет им в жизни». В пяти номинациях жюри конкурса выбрало победителей. Аплодисменты в зале звучали и в честь воспитанников ясли сада номер 85 города Гродно. В номинации «Культурно-зрелищное мероприятие по пропаганде эффективного нерационального использования энергоресурсов» у юных новаторов второе место в республике. Девятнадцатый весенний фестиваль клубов ЮНЕСКО прошел в Гродно на базе лицея номер один. Каждая такая встреча, где собираются сотни ребят из различных уголков Беларуси, имеет свою уникальность по тематике и содержанию. В инсценировках, визитках, концертных номерах и мастер-классах молодые люди демонстрируют веру в свои силы и желание изменить мир к лучшему. С ребятами, объединенными общими целями и глобальной идеей, встретилась наша съемочная группа. Подробности в репортаже Алла Внучко. Виталий Лукашевич в клуб ЮНЕСКО попал 10 лет назад. Вот уже шестой год подряд неравнодушный к чужим проблемам Гроднинец делится с участниками фестиваля удивительным методом под названием «Исцеляющая магия». С помощью фокусов он умеет помочь детям, попавшим в аварию, реабилитировать опорно-двигательный аппарат. Своими знаниями и навыками Виталий уже поделился на мастер-классе. Сейчас у эксперта другая задача – провести с участниками фестиваля сюжетно-ролевую игру. Их самолет потерпел крушение. Они попали на необитаемый остров и спустя какое-то время начинаются какие-то конфликты. Их задача – разрешить конфликты и прийти к общему пониманию. Сюжет озвучен, ребята принимаются за дело. Они на необитаемом острове. У них нет ни еды, ни одежды, ни надежды на спасение. Как им всем выжить и при этом избежать конфликтов? Средний возраст активистов клубов ЮНЕСКО – от 12 до 20 лет. Главное, что объединяет всех ребят – это желание сделать мир хоть чуточку добрее и лучше. Борьба с изменением климата, сохранение экосистем суши и моря, ликвидация нищеты и голода – это лишь малая часть вопросов, на которые ребята вместе ищут ответ. Чтобы научились быть лидерами, ораторское искусство, какие-то моменты риторики. То есть они все выступают в течение этих двух дней или в кабинетах на мастер-классах, или на сцене где-то в плане квестов, бегают, отражают себя. Это очень важно. Этот год особый. 30 лет Белорусской ассоциации клубов ЮНЕСКО, поэтому все мероприятия приурочены к этой дате, очень важные для нас. Стать членом клуба ЮНЕСКО может любой учащийся. Большинство из них действуют на базе образовательных учреждений. Ребята посещают творческие площадки по обмену опытом, флэш-мобы, интеллектуальные деловые игры, где в ответах красной нитью проходит мысль. Только в дружбе и взаимодействии наше богатство. Только вместе будущее можно сделать счастливым. Они приходят как несмелые, немножечко где-то зажатые, неуверенные в себе. Но в процессе наших встреч, наших тренингов, общения между другими клубами, они вырастают как личности, они становятся более эмоционально раскрытые. У них появляются более творческие какие-то направления, креативность, яркость мышления. Они просто заражают своей энергетикой, у них горят глаза. И когда такие ребята собираются вместе, это просто такой вау. Весенний фестиваль клуба в ЮНЕСКО подарил ребятам не только образовательную программу, но и возможность пообщаться с единомышленниками. Они одинаково смотрят на мир. Их объединила вера в добро и дружбу. Алла Внучко, Агаджан Батырджанов, Новости, Гродно+. Выставка «Линии красоты» российского фотографа открылась в культурном центре фестивальной. 50 работ, выполненные в симметричном сочетании деталей и гармоничных линий. Автор полностью отказался от цветовых решений в основе графика и черно-белые цвета. Фотограф показывает мелочи повседневной жизни, которые, как правило, игнорируются. В его работах они приобретают новый смысл, не становятся чем-то большим, чем просто кадры из обычного дня человечества, которые лишены яркости и цветности. Были попытки снимать так, снимать так, что-то получалось, что-то не нравилось, потом пересматривалось, снова переделывалось. И в какой-то момент появилась мысль, а почему бы не сделать такие контрастные снимки. И уже сейчас, будем так говорить, работая над этой следующей выставкой, глаз сам, даже не глаз, а мозг сам выискивает эти сюжеты. А их, кстати, очень много. Я даже иногда удивляюсь, почему люди говорят, а где ты это нашел? Я говорю, да просто идешь по улице, и вот он сюжет. Фотопроект «Линии красоты» – дебютная выставка Сергея Каратаева. Гродницы первыми увидели графические фотографии. Автор по образованию – инженер-строитель. Точность, большое внимание к деталям и гармония каждой линии. Для Сергея это в приоритете. Выставка «Линия красоты» – это плод серьезной работы на протяжении 10 лет. Сергей Каратаев сейчас начинает работать над новой выставкой. Рабочее название «Без оттенков серого». Некоторые фотографии, которые могут подойти для этого проекта, есть в «Линиях красоты». Следующая выставка, говорит автор, будет еще больше отличаться по цветовому решению. Только черный и только белый. Выставка «Весне навстречу» открылась в Центре творчества детей и молодежи «Спектр». В глине, вышивке, пейзаже и натюрморте участники воплотили свои творческие идеи на весеннюю тему. Орхидея, лесной домик, подарочная кулинарная книга, шкатулка для украшений. В выставке декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства представлено порядка сотни работ. Это работы как обучающихся от 6 до 16 лет, так и их педагогов, педагогов дополнительного образования Центра творчества детей и молодежи «Спектр». Работы представлены в разнообразных техниках декоративно-прикладного творчества и жанрах изобразительного искусства. Это уже четвертая по счету выставка в этом учебном году. Каждая представленная здесь работа – это взгляд юных и зрелых художников и ремесленников на окружающий мир по-своему через призму своего творчества. На выставке представлена моя работа «Цветок». Дело очень легко, мне очень понравилось. Дело по фантазии. Получился очень красивый и всем очень нравится. Мне больше всего нравится рисовать пейзажи, потому что можно выразить свои эмоции и чувства. Я хотела выразить, как наступила весна и снег начал таять, и весенняя радость, счастье, эмоции. Центр творчества детей и молодежи «Спектр» традиционно подводит итоги и награждает своих лучших учеников. Без внимания не остается ни одна работа. Многие из этих юных мастеров добились отличных результатов в своих направлениях. Не раз становились победителями областных, республиканских и международных конкурсов. На итоговой встрече особо отличившимся на выставке «Весне на встречу» вручили благодарственные письма. И в завершении выпуска информация от нашего партнера. МТС запустил услугу «Анлим за границей» в новых странах, среди которых Япония, Великобритания, Египет и другие. «Анлим за границей» – услуга, с помощью которой можно пользоваться безлимитным по объему мобильным интернетом в роуминге. Удобно, что плата снимается только за те дни, в которых абонент использовал мобильный интернет в роуминге. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. А поделиться с нами интересной информацией можно, позвонив по номеру 77 33 04. А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова